Здравствуйте, друзья! Вы удивлены, увидев меня в эфире, а не Юлю. В комментариях вы попросили, чтобы я вышла вместо Юли на этих выходных. И поэтому с вами я, Любовь Орлова, и мы начинаем. Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе. Министр иностранных дел Австралии Пенни Бонг требует от России выдать осужденных по данному делу. Дело с самолетом тянулось целых 8 лет, и вот, наконец-то, этот гаагский трибунал состоялся. Когда в Рязани хлопали дома, обвиняли во всем чеченцев, и началась чеченская специальная военная операция. После рязанского сахара наш президент пришел к власти. А сейчас другие события, совершенно другие. Итог подведен под сбитый Boeing, обвинили россиян Игоря Гирькина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Людей, которых нельзя экстрадировать, потому что такие люди знают очень много, определенно много. Вот именно поэтому человека, который называют кумом нашего президента Медведчука, его обменяли на целую толпу азовцев. На самых-самых опасных военных преступниках, по мнению российских вооруженных сил. Тех, кто в одного может убить десятки человек. И обменяли их на обычного человека, гражданского. Дело не в том, что он кум президента. Этот обмен сильно деморализировал российскую армию. Чтобы взять в плен азовцев, было положено куча жизней. Такую толпу поменяли на одного. На одного Медведчука. Который просто возглавлял медиагруппу. Телеканалы, которые мало кто смотрел в Украине. Как у нас сейчас. Маргарита Симоньян возглавляет ерунду. И почему это было сделано? Потому что он много знал. Вот именно поэтому. Потому что это деморализовало не только рядовых в армии. Это деморализовало весь высший руководящий состав вооруженных сил. Новостные порталы пишут, что на Сахалине произошел взрыв газа. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Из-за неправильной эксплуатации. Дом не был газифицирован. В результате взрыва обрушили все пять этажей подъезда дома. Число погибших достигло девяти. Из них четверо дети. А теперь еще раз. Возможной причиной взрыва стал газовый баллон. Литражом 20 литров. Причем это даже не самый максимальный баллон. У меня у самой, когда я была маленькая, на даче взорвался баллон. Скажу сразу, не переживайте. Все хорошо. Никто не пострадал. В этот момент дома никого не было. Так вот, когда взорвался газовый баллон, выбило окна и дверь. То есть вы понимаете, что ну не может от газового баллона рухнуть полдома. Это просто бред. Возвращаемся к рязанскому сахару. Разбомбили тогда вообще все. Особенно столицу Чечни. Грозный. Его стерли с лица земли. А потом построили. Но уже из наших с вами налогов. А сейчас нельзя так. Потому что у них есть ПВО. И ракеты сбивают. А одна ракета стоит дофига. Деньги на ветер, так сказать. Сахар тогда тоже был в Рязани. Не в крупных городах. А в городе с небольшим населением. И после этого почти всю Чечню превратили в крошку из кирпича и золу из топки. Кто занимается криптовалютой или торгует на фондовом рынке, знают, что такое уровень страха и жадности. И насколько это мощный и действенный элемент. И в человеческом обществе тоже есть уровень страха и неопределенности. На биржах страх и жадность. У людей страх и неопределенность. Для того, чтобы постоянно держать в тонусе, нужно, чтобы что-то происходило. К примеру, ижевский стрелок. До него пермский, керченский. Инфоповод и не просто инфоповод, а хорошо продуманный. Это хорошее воздействие на психологию людей посредством детей. А конкретно, трагичных событий, связанных с детьми. Дети для мозга это мило, важно, жалко. Если бы чувака какого-нибудь грохнули, но это на такие массы бы не повлияло. А вот дети, не зря же их используют почти во всех рекламах. Именно поэтому уровень страха в обществе держится на определенном уровне. А на фоне страха хорошо развивается чувство патриотизма. В середине 20 века ради чего люди шли воевать? Конечно же, ради семьи, патриотизма и своей родной земли. А сейчас нужно платить огромные деньги. Но очень не хочется. В прошлой программе мы с вами порассуждали насчет общего клипа песни шаманов «Станем», который по сей день занимает топы в YouTube. Посмотрите обязательно мою прошлую программу, если не смотрели. Было круто. Так вот, о чем речь? Насколько сильно это влияет на наш мозг? Эти комплексные методы, которые в совокупности дают хорошие результаты. Бюджет этого клипа, скорее всего, составляет несколько сотен миллионов. У них сидит консилиум музыкантов, психологов и других специалистов. Прорабатывают каждое слово, каждую ноту и каждую паузу. Я как педагог по вокалу могу сказать, что мои коллеги дополнительно уважают тех, кто не согласился участвовать в этом клипе, а предлагали всем. Это значит, что эти люди, кроме того, что занимаются музыкой, имеют хороший интеллект. Этот клип очернил всех, кто там есть. Друзья, у нас есть donation alerts, через которые вы можете помочь над донатами. И есть boosty, на которые вы можете подписаться и смотреть программы раньше, вечером предыдущего дня. Опять вернемся немного к сахару. Не исключен такой вариант, что когда в Рязани нашли гексоген, а потом сказали, что это были учения, а анализ-то показал, что это был гексоген, прямо на месте, когда его обнаружили сами жильцы дома в подвале, даже начальник ГУВД на гостелевидении отчитался, что они нашли гексоген, и предотвратили теракт и установили исполнителей. А потом сказали, что это был просто сахар, а не гексоген. Но начальник ГУВД-то отчитался, и все сейчас помнят эту историю. И если сейчас вдруг окажется, что баллон с газом привез туда украинец, то это будет вызывать неприязнь к украинцам. И это может оправдать новую волну мобилизации, которая, собственно, и не прекращалась, потому что указа о прекращении мобилизации нет. А указ о начале мобилизации есть. А о прекращении нет. Наш президент пошел посоветоваться с юристами. Нужен ли вообще такой указ? Мобилизация в России была объявлена вашим указом. Министр Шойгу, министр обороны объявил о ее завершении. Стоит ли нам ждать вашего указа и по этому поводу? Да нет, я думаю, что юридические точки... Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону и невозможно. Но было сделано это по предложению Министерства обороны. Это естественно. А сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами, кстати, поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами я поговорю. Он заявил об этом на федеральных телеканалах, что посоветуется с юристами, после чего вообще пропал. То есть забыл посоветоваться или все еще советуется, но с тех пор уже прошло две недели. Но так о результатах своих совещаний с юристами пока не сообщил. И указов все еще нет. Вот об этом и вышла программа Николая Ермакова. Посмотрите, если не смотрели. Ну я с вами прощаюсь. Напишите в комментариях, как я вам в образе Юли. С вами была Любовь Орлова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok